так уважаемая публика добрый день мы на обком водохранилище ловим судака применяем троллинговые оснастки вот посмотрите троллинговые оснастки будем показывать ловлю судака на троллинговые оснастки сейчас 29 25 сентября вы значит 9 утра вы на глубине настоя рыба чем на глубине 9 метров 9 метров здесь плата и мы значит планируем ловить судака на троллинговые оснастки которые себя представляют комбинацию вращающейся блесны с твистером и значит грузила груша над в одном поводке груша над в одном поводке ну примерно вот так это работает примерно мы значит приступаем к рыбалке поговорим о таком методе как тролл ридж для чего нужно сначала сказать почему нужен этот метод и чем он принципиально отличается от обычного троллинга и вообще почему он полезен так скажем на рыбалке зачем он вообще нужен почему я его использую наравне с с обычным троллингом то есть у меня есть сундук для чистого троллинга есть точно такой же рыболовный сундук для тролл риджа то есть эти методы у меня дополняют друг друга но смотрите обычным троллингом мы троллим значит допустим вот в основном я троллингом занимаюсь на водохранилище троллим по бровочке троллим по бровочке и значит воблер идет на какой-то определенной глубине то есть первое у нас скорость проводки фиксированная и глубина проводки ну вот конкретной приманки она фиксированная то есть воблер идет допустим на 6 метрах или на 9 метрах и фактически воблер не отрабатывает по глубине значит не отрабатывает рельеф по глубине кроме того значит часто бывает такое что бровка делает какие-то зигзаги значит и или наоборот прерывается какими-то косами значит где чаще всего кстати и стоит рыба где чаще всего и стоит и судак и щука воблер троллинговый проходит прямо так вот для то именно для таких случаев то есть когда тут плывешь и смотришь в их холод и видно что обрывчик какой-то там свисают какие-то коряги какие-то кусты и под этими кустами рядышком значит пару стоит пара силуэтиков это наверняка какие-то хищники скорее всего судака стоит ну а воблер проходит поверху ничего то с этим не сделаешь здесь единственный выход это встать на точкой ну и начать джиговать но опять же я небольшой любитель джига сразу скажу то есть я за свою жизнь уже накидался намахался спиннингом то есть ну я не очень это приветствую но особенно мне не очень нравится посреди водохранилища стоять и кидать как старик и море ловить золотую рыбку вот ну и короче вот соединение троллинга так скажем с джигом и дает именно вот такой интересный способ как troll риндж то есть он отличается не только значит самой оснасткой но и способом работы то есть многие говорят что можно ловить это обычно отводной поводок и можно ловить без проблем к обычным отводным поводком ну если в целом говорит как говорится глобально то конечно же общее есть с отводным поводком и даже много но как говорится черт кроется в деталях вот именно в деталях оснастки в детали приманок в детали в проводках этой оснастки ну и как бы кроется весь секрет этого тролл риджа ну вот в чем особенность тролл риджа заключается самая первая особенность заключается в том что троллинг этой оснасткой производится на скорости гораздо меньше чем обычный троллинг если обычный троллинг производится где-то на 4 на 3 на 5 километрах в час лодки то тролл ридж производится на скорости где-то примерно 2 километра в час если сильный встречный ветер то это может быть даже один километр в час то есть это очень неспешная проводка это раз этого первая особенность вторая особенность заключается в том что при такой неспешной проводки при такой неспешной проводки оснастку уже можно проводить рывочками именно подыгрывать как джигом что это дает но это дает уже более интересную игру приманки более интересную игру приманки можно применять совсем небольшие приманки на такой скорости проводки можно самое главное но облавливать весь рельеф то есть если вы идете значит где-то вам попадаются косы где-то у вас свальчики где-то у вас обрывчики вы можете неспешно эти свальчики обрывчики именно так скажем игру рельефа вы всю можете обловить именно этим методом троллинг вот и значит применение такого способа так скажем позволяет вам более качественно работать по рельефу это раз второе значит ну далеко ни для кого не секрет что клёв судака бывает очень капризный то есть вчера еще вроде клевала сегодня значит бах что-то со стопорилось но как я уже выяснил часто это на водохранилище зависит от так скажем сброса воды если есть на газ на плотине сброс воды водохранилище присутствует течение то как правило в это время значит клёв судака более активная если же плотина перекрывается течение останавливаться ну и судак как замирает как будто электротоком его ударили то есть клёв прекращается хотя бы холод видно рыба есть все судак на обычный троллинг практически не клюет вот вот в этом случае как раз и выручает медленный тролл ридж то есть мы с напарником называем этот метод ползунки ну то есть между собой даже так и говорим что ну допустим троллим троллим что-то не пошло ну чё давай переходим на ползунки то есть что значит переходим на ползунки но это значит что на спиннинг ставится троллинговая оснастка но у меня вообще два спиннинга в лодке один спиннинг троллинговый один спиннинг для тролл риджа то есть они чуть-чуть отличаются значит по мощности то есть для тролл риджа ну из за того что он работает с тяжелым грузом вот этот груз 5 унций 140 грамм то у меня для него и более мощный спиннинг и естественно используется вот переходим на ползунки значит и после того как я поставил оснастку троллингу выбрал какую-то приманку в зависимости от того что мы щуку судака значит или щуку судака или и какое время суток какая освещенность то есть под это дело я выбираю приманку ну вот допустим чаще всего значит хорошо работает по судаку вот юзурик кристалмину 90 то есть в обычной жизни так скажем это очень не глубоководная приманка она не очень громкая у нее не очень размашистая игра то есть когда судак пассивный ну не только судак и щука то есть когда рыба пассивная ей не нужны приманки с большими лопатами а как правило глубоководные гобблеры они именно для того чтобы зайти на большую глубину они используются с крупной лопатой и вот эта лопата она дает очень агрессивные колебания то есть не всегда рыба настроена агрессивно то есть как бы бывают приманки по пассивной рыбе бывают приманки по активной рыбе вот для пассивной рыбы как раз и нужны относительно небольшие приманочки как раз нужны приманочки с маленькими лопаточками какие-то блесеночки небольшие вращающиеся колебалочки небольшие то есть а как вы доставите глубину 96 12 метров вот эти небольшие приманочки вот только этим методом методом troll ридж то есть здесь два поводка один покороче один подлиннее один тот что покороче используется для грузика вот я обычную грушку используя на сверклюжком идет и вообще на но обычно вот у меня по водохранилищу вполне устраивают тут пятерка 5 умцы я ее наглухо прям привязываю к вертлюгу значит на короткий поводок короткий поводок это является продовольным положением ас на основного силового поводка ну из я делаю флюорокарбона 08 миллиметра и к нему через ну так скажем через опять же вертлюжок через вертлюжок так скажем бегающую оснастку делаю бегающую оснастку тут бусинка защищает заходы на вертлюжок бусиночка стоит то есть вот она бусиночка и более длинный поводок уже с приманкой то есть я его использую тоже здесь ставлю из флюорокарбона поводочек из флюорокарбона поводочек но это только для судака с флюорокарбона если значит приходится на щуку рассчитывать то сюда ставлю стальной поводу ну и в облевочек все вот она оснастка то есть груз и на ширину размаха рук значит где-то метр двадцать полтора метра метр сорок поводок с приманкой все и скорость вот эту скорость два километра в час я достигаю на своем моторе значит применением троллингового тормоза про троллинговый тормоз я уже несколько раз рассказывал значит это так скажем лопата которая может менять фиксированный угол наклона то есть в ходовом положении лопата находится горизонтально и дополнительно играет функцию антиковитационной пластины что повышает кпд мотора при тролл риджи значит лопату перекрываем на 45 градусов на 60 градусов градусов зависимости от того какое мне какую скорость мне надо получить от мотора и уже с этой уменьшенной скоростью начинаем вот этими ползунками проводить приманку то есть делаешь сброс лески но это точно такой же сброс лески делаю как при троллинге ну где-то метров сорок может даже 50 метров быть зависимости от глубины самое главное что первое распуск делаю до удара то есть не в толку то есть этот ролик производится не в толще воды хотя можно конечно троллить этим методом и даже в толще воды поста то есть метод можно очень сильно значит изменять глубину проводки в чем прелесть этого метода но первый распуск то есть я клавишу на мультипликаторе щелкаю и шпуля значит 1 распускаю полностью до ну во время движения до тех пор пока груз с приманкой значит где-то не стукнет по дну все по дну значит контакт с дном пришел значит я примерно понимаю что оснастка находится в нижней точке ну клавиша значит начиная подмотку и уже на этой глубине уже виду как джигом то есть у меня груз стукает по дну но причем прыжки получается довольно длинные то есть там метров по 10 может быть то есть его не очень плавненько подтягиваешь проходит какое-то время лодка и потихонечку на касаешься опять по тяжечку то есть приманка идет именно вот в таком волновом режиме вот в чем прелесть этого троллинга троллинг производится на мелкие приманки на самые вкусные для судака почему потому что ну большинство судака питается на самом деле мальками почему судак самая вкусная самая чистая рыба из хищников наших потому что он питается мальками судак поэтому он особенно так вот самый кормовой объект судака это вот майки 90 миллиметров то есть вот все воблеры танталиса 85 танталиса 85 пасер 90 значит 3g мину 90 дуэл ходко то есть вот все приманки ну максимум сотка можно использовать массу приманок в размере 90-100 миллиметров с небольшим заглублением вот фишекет бобкет сотка спешный конечно лучше использовать рифовские приманки плавающим но и спешные вполне себе ловим то есть вот чем прелесть этого метода ну а самое главное что благодаря тому что сколу троллинг производится вот этим троллинг на небольшой скорости то появляется возможность использовать троллинговый оснастки то есть это совершенно другой класс троллинга то есть в обычном троллинге вы этого не используете троллинговые оснастки чрезвычайно эффективны по судаку вот они троллинговые оснастки то есть лепесток вращающийся плавающая сердечник бусинки два крючочка и вот сюда вот силикон очку вешать и тот же кейт их прекрасно ловится то есть вот осенью по пассивной рыбе по судаку щука очень вот эту любит роль она у меня я обычно выезжаю ловить судака так сказать щуку целенаправленно практически не ладно не ловлю я щуку целенаправленно не она очень часто щука влетает вот на эту троллингу оснастку отрезает его в хлам то есть вот здесь вот флорокарбон ну стандартный это готовая троллинговая оснастка но слаб дикой и щука ее отрезать на 1 2 но я вот уже показывал что я сделал вот эту троллингу оснастку на поводке на струне то есть специально щучью ну вот в этом году покажу вам как я эту щуку наказывать буду наказывать то есть я примерно представляю где она щука есть где ее районы то есть щука она где-то кроется возле островов под крутыми обрывами где-то возле островов где-то в лагу возле лагун возле больших коряжников значит ну щуку я накажу и летом вам обязательно покажу как именно вот тролл риджа с троллинговыми оснастками на струне как мы ловим щуку этим методом еще какая особенность вот этого тролл риджа то есть вот есть у вас периоды какой-то район значит с пересеченной местностью то есть с буграми с ямами значит самутками с подводными и самое главное этот район у вас допустим закоряжен и троллить вы там не можете почему потому что если вы пойдете воблерами через этот район то вы все воблеры на корягах и оставите какой из этого выход выход использовать не зацепляйки использовать не зацепляйки и проводить их на троллим на троллинговые оснастки тролл риджа то есть вот это же троллинговая оснастка вот она троллинговая оснастка ставишь силикон с закрытыми крючками и вот это троллинговая оснастка тролл ридж с грузиком на небольшой скорости очень хорошо проходит коряжник то есть появляется возможность троллить в коряжнике вот чем прелесть тролл риджа вот так скажем какие прекрасные так скажем вот в чем прелесть этого метода толзунков значит очень много плюсов поэтому в некоторых случаях это скажем единственный способ обладить большую акваторию коряжника джигом ты его не прокидаешь там щука на водохранилище эти коряжники могут быть очень обширный там несколько километров затопленного коряжника джигом его прокидать ну нереально то есть там дня не хватит чтобы обловить и найти щуку вот этими ползунками очень реально там два три прохода поэтому заливу закоряженному сделать найти щуку щуку поймать судак очень хорошо я еще раз говорю судак очень хорошо реагирует на эту оснастку значит это очень очень на мой взгляд перспективный метод почему потому что вместо троллингового тормоза которая ну так скажем сжирает кпд мотора бензин значит расходуются как на обычном троллинге можно использовать маломощные моторы то есть если у вас лодка там четыре с половиной метра пятиметровый катер то вы может они основной мотор включать для этого метода какой-то небольшой вспомогательный пятерку 9 и 9 и уже на этом небольшом моторчике идти и по дербушками значит проводить вот эти ползунки как я называю вот в чем прелесть что еще значит что еще значит какие прелести но прелести в то любые что вы этим методом можете проводить ну совершенно любые приманки совершенно как можете проводить вот такие вот комбинированные поролон очки до можете проводить значит вот такие оснащенные то есть в обычном троллинге вы такими приманками не пользуетесь но они чрезвычайно эффективно не чрезвычайно уловисты вплоть до того что хотите ставьте мандулы там ну все что угодно то есть можно использовать самый широкий спектр приманок те как которые недоступны обычному троллингисту то есть у вас открывается как я говорю второе дыхание рыбалки в общем прелесть тролл риджа на западе метод очень широко распространен я я вот читаю что в журналах они постоянно пишут американцы почему у нас он не нашел еще пока такого распространения найдется времени вот значит еще раз кратенько значит из чего состоит тут рассказывает особо нечего как бы ну для меня все понятно все естественно ничего замысловато замысловатого тут нет принципе еще тут можно вот у меня тут по наверчины карабины вертлюжки значит застежки в принципе можно в крайнем случае можно ничего этого даже не делать просто взять обычный кусок лески сложить пополам и ловить все будет работать но единстве естественно что это будет возможно отрываться почаще то есть вертлюжки защищают от перекручивания лески от обрывов то есть вся эта технология очень просто то есть сначала я ставлю ну то есть еще раз из чего состоит у меня этот поводок корове я ставлю короткий силовой значит отрезок по которому бегающая оснастка с основной приманкой да и более тонкий более тонкой леска идет у меня на груз почему более тонкая леска идет на груз потому что груз может за стоит где-то зацепиться в ветках где-то может заострять хотя у меня за четыре года этого ни разу не было хотя за четыре года ловлю у меня этого ни разу не то есть не делали не застревал не в ветках нигде не было такого случая то в принципе вы можете оборвать этот поводок груз оборвется но приманка у вас останется целая приманка значит сюда поставлю леску с покрытием она более прочная ну то есть вот этот поводок он у меня где-то получается ну почти метр но 0809 поводок с приманкой более длинных где-то метр двадцать все вся оснастка вся оснастка но везде как бы ставлю вертлюжки что перекручивания не было ну и застежку ставлю что можно рассоединить поводки можно рассоединить поводки и у меня уже готовы поводки там с разными приманками то есть для быстрой замены вот весь секрет весь секрет значит какой еще есть плюс в этой оснастки сейчас скажу какой есть плюс еще в этой оснастки ну я в основном ловлю на водохранилище многие люди ловят на реках троллингом вот я скажу так что на оби допустим коряжники вы троллингом никогда не оборвите а вот ролл риджа можно обловить но здесь производится облов значит вообще без мотора то есть на моторе поднимаешься где-то прижимаешься там какому-то берегу и уже просто идешь сплавом с выключенным мотором и уже просто мужик это как скажем как джигом работать как отводным поводком только сплавом но опять же проходишь на большой глубине проходишь через коряжники ну рыба ловится то есть летом я вам это обязательно покажу то есть ну вот еще раз ползунки если говорить по-русски если по-американски тут ролл ридж тролл троллинг ридж оснастка которая расширяет границы обычного троллинга всем пока с вами был дмитрий форма подписывайтесь на мой канал я вам обязательно летом покажу как работают эти оснастки может быть какие-то еще секреты там появится все это расскажу то есть мне у меня этих приманок для этого метода ну как вот и говорю полный ящик и все самые разные все работают ну в зависимости от разных обстоятельств их разным применяю всем пока до новых встреч на канале балоба это рыбалка нормальный работа троллинговые атласы